Соответственно, да, как мы видим, отсутствие толерантности к микробиоте является самостоятельной причиной у детей. То есть дети, которые выросли в стерильных условиях, которые вообще там морковку с дачи никогда не ели в земле, малину, которую невозможно отмыть, если что вообще, в принципе, да, от различных внешних компонентов, не ели ее вообще. То есть если вот они у нас такую половую жизнь в детстве не вели, не ползали, а только по стерильному полу, у этих детей в несколько раз выше частота атопии. Еще один фактор – это есть ли вообще социальное общение. Дети, которые между собой общаются в детском саду, там же, как если посмотреть с точки зрения гигиены, кошмар, они все там игрушки облизывают друг за другом. На самом деле это способ повышения и воспитания иммунной системы, как правильно реагировать на нормальных бактерий или ненормальных, когда нужно отвечать воспалительным ответом.